В первый день 12-го Петербургского газового форума состоялось главное событие – торжественный ввод в эксплуатацию новых объектов для подачи сетевого газа потребителям в 18 регионах страны. В масштабном мероприятии приняло участие и село Большая Борла Теренкульского района. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и подключение газовым сетям в режиме ВКС со стенда «Газификация России» дали председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко, министр энергетики России Николай Шульгинов. Председатель правления «Газпром» Алексей Миллер и генеральный директор «Газпром-межрегионгаз» Сергей Густав. В рамках программы газ придет более чем 1 миллион семей, а газифицировано будет более 5700 населенных пунктов деревьев и сел. В эстафете регионов Ульяновской области первые дали слово. В телемосте по старту газификации в населенных пунктах России принял участие губернатор Алексей Русских. Заодно глава региона поздравил жителей с этим важным событием в жизни села. Для жителей села пуск газа в их дома стал настоящим праздником. Они этого дня ждали больше 10 лет. Главным героем этого дня стал житель села Большая Борла Виктор Степанович Фомин. Односельчане не перестают говорить ему слова благодарности. Собственно, благодаря ему газ пришел в село на год раньше. В конце августа Виктор Степанович стал свидетелем пуска газа в селе Федькино, тоже Теренгольского района. Некоторые даже мне сказали, а ты зачем здесь? Я говорю, приехал посмотреть, как, чего это все происходит. И судьба меня свела с Густавом Сергеем Вадимовичем. И мы с ним встретились, переговорили, он меня понял во всех отношениях. Я даже не ожидал. По словам Виктора Фомина, уже через неделю после судьбоносной встречи в селе стали копать траншею и укладывать трубы будущего газопровода. Теперь уже 16 домов в селе Большая Борла с газом. На днях готовится к пуску газа еще 9 домов. Договора подписаны 47 домами. Всего планируют подключиться к газопроводу более 100 домов. Очень много сделано. У нас тысяча шесть населенных пунктов. Из них 502 уже газифицированы. Предстоит большая работа. Но я уверен, что мы с ней справимся. На сегодняшний день в целом уровень газификации 81,5% в Ульяновской области. Наш регион является регионным лидером по газификации. На территории региона продолжает действовать программа дегазификации, которая предполагает бесплатное подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах. Заявок мы приняли на догазификацию более 7100. Из них уже 6,6 реализованы до границ земельных участков. То есть потребитель живет и у него газ уже на границе. Определяется сейчас с мерами поддержки, скажем так, с финансированием для строительства внутри границ своего земельного участка. И 3,8, то есть 3800 человек уже на сегодняшний день в рамках программы дегазификации пользуются газом. На данный момент предстоит сократить сроки газификации Ульяновской области. По этому поводу состоятся переговоры также на Петербургском газовом форуме. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.